добрый день уважаемые друзья начинаем сегодняшнюю встречу я георгий афанасьев основатель проекта лесные сады и сегодняшняя встреча это организационное открытие нашего дикого марафона посвященного изучению как работать с дикорастущими растениями как дать им место в своей жизни я хочу сказать что целом целью этой работы является изменить отношения потому что очень длительное время вообще к разного рода съедобным растениям которые не продаются в магазине было отношения что это еда для голодных лет для каких-нибудь апокалипсисов и так далее что когда вот голод настает если к нему готовится то общем то нужно это знать при этом хочу сказать что мое отношение состоит в том что наверное как раз наоборот и короса это не второстепенное и что-то такое как суррогат нормальной еды а скорее под наоборот то что мы можем приобрести за деньги в магазинах является отчасти суррогатом вот а дикоросы невероятно хороши именно потому что человек ним не прикасался мне своей селекции не задачами выращивания хранения перевозки и так далее поэтому они имеют профиль даже биохимический иной чем культурные растения на это очень многие обращают внимание особенно когда пытаются культивировать лекарственные растения и после сбора в дикой природе этих растений замеряется состав химический во время выращивания и в общем так сказать видит видна разница здесь поэтому общем общий мотив состоит в том что это задача состоит в том чтобы ознакомиться с может быть самым лучшим то что мы можем получить в своей жизни именно с растениями которые обладают самостоятельностью выросли без нас и собственно говоря позаботились о себе могут позаботиться и о нас потому что если представить себе вот эту метафору наоборот то все наши культурные растения требуют невероятной заботы во время проращивания рассады выращивания и так далее то есть они всегда в некотором смысле в реанимации они всегда на подпитке энергии человека его обработкой культивации там удобрением ну и так далее и так далее вот но и в некотором смысле можно сказать да те кто так требовательны к своему своей жизни так сказать да чтобы они вообще принципе выжили так сказать и выросли вот еще есть вопрос могут ли они позаботиться о нас некоторое время назад в прошлом году осенью я разработал и предложил вот такую схему называется как построить биоциноз здесь 19 шагов это было посвящено 4 лекции две из них они сейчас доступны для бесплатного скачивания но по регистрации если кому то интересно можно их получить две были доступны только для членов клуба лесные сады сейчас готовится книга по этим лекциям и я думаю что мы в течение ближайшего месяца увидим смысл состоит в том что вот как раз один коросах мы сегодня будем говорить и начинается тридцедневное мероприятие она исходила из этой вот схемы потому что здесь есть пункт состоящий в том чтобы на своем участке сформировать биоразнообразие и уровнем биоразнообразие мы считали от участок от шести соток может вмещать в себя 200 видов растений когда такая задача ставится то становится понятным что ну это слишком много для от того той формы как мы обычно заботимся о каждом растении каждом виде значит что многие из них должны быть 85 90 процентов должны быть многолетними сами сами воспроизводите жить длительный период десятки лет и многие из них должны быть дикоросами среди этих двухсот видов и вот собственно говоря поскольку тогда эта задача была принята даже так сказать людьми которые проходили учебные курсы по построению биоциноза стоял вопрос а какие же растения какие-то дикоросы как их размещать на своем участке в чем агротехника что она другая у дикоросов и как их использовать поэтому наш сегодняшний вот этот марафон дикий марафон посвященный дикорастущим растениям он вдохновлен отчасти одним из шагов из шагов вот этой вот схемы построения биоциноза и должен наполнить ее материалом что люди которые захотят у себя действительно формировать посадки многолетних дикорастущих растений в том числе формирая дикий сад на своей земле они смогут опираться хоть вот на наш марафон который мы начинаем сегодня он называется дикий марафон весна и само название указывает на то что скорее всего может быть еще лето марафон да может быть осень мы оставляем такую возможность и рассчитываем что возможно что это будет повторяющиеся такое событие посмотрим как пройдет это мероприятие и поэтому я хочу но всех кто участвует слушает привлечь к то если это вам в принципе отзывается нравится вы поддерживаете теми формами которые вам доступны что можно сделать но можно участвовать можно написать об этом можно если вы являетесь мастером и уверены в своих знаниях дикоросах можно предложить себя как выступающего на этот марафон либо на летний марафон например вот может быть кто-то рассматривать может рассмотреть себя как региональный партнер потому что такие мероприятия я думаю что они могли бы иметь и региональные проекции такие да потому что мы можем проводить не только онлайн курсы но еще очень важно проводить экскурсии мастер-классы по дикоросам и это конечно важно делать городах в регионах поэтому если такие люди сейчас меня слушают вы отзовитесь и мы что-нибудь придумаем то есть я думаю что здесь но я полностью открыт к сотрудничеству и взаимодействию мы начинаем этот процесс и еще не понимаем куда он вывезет как бы да поэтому самом начале есть возможность влиять на то что будет происходить и занять свое место принять участие в этом не только как слушателя вот эта задача вписать дикоросов биоциноз стоит каждый каждый раз я задаю вопрос а какую какое место в биоцинозе они обеспечивают но и вот из того что на поверхности лежит растения дикорастущие дикоросы это растения которые сохранили свою биохимию так как не прошли селекцию это важный момент потому что мы смотрим сегодня и видим измененные так сказать формы биохимии да то есть там сахарная свекла с невероятным количеством сахара в себе вот это очень сильно поддержала когда это требовалось но сегодня на фоне том числе критики сахара как рафинированного продукта например и так далее мы мы имеем очень интересный эффект мы можем отказаться от сахара в виде рафинированного продукта но оказывается что большинство селекций овощей фруктов проходили с точки зрения увеличения сахаристости например то есть смотрите как интересно что мы можем отказаться от белого порошка в своем доме но но беря для культивации те или иные сорта мы в любом случае окажемся заложниками идеи повышения сахаристости в них и собственно это интересный эффект потому что может быть имеет смысл вернуться на шаг назад посмотреть на растения которые не полностью прошли эту селекцию имели другие другой состав веществ до формирования такой селекционной работы вот потому что если у нас понижается ценность сахаров то может повышаться ценность других видов химических веществ биохимических веществ в растении которые они в дихоросах хранились и может быть нужна какой-то другой другой тип селекции что еще важно для нас то есть это растения которые выросли без агрохимии без удобрения без защиты растений сегодня практически если вы посмотрите то ни одна агрокарта выращивания растений не обходится без этих компонентов там всегда прописано как мы питаем как мы защищаем насекомых от сорняков других растений и так далее вот здесь мы имеем таких сильных игроков которые могут самостоятельно не требуя эти типы химического воздействия расти давать плоды и поскольку они современные в этом году они живут значит они продолжали все это время жить когда и имеют опыт выживания в условиях такой определенной конкуренции и сотрудничества в тех биоцинозах которых они растут это тоже невероятно важно если мы сможем например на свой участок перенести не только отдельные гикоросы но и их сообщества то мы сможем вот этот вот опыт выращивания без агрохимии без удобрения без защиты растений разместить на своем участке в этом очень интересный посыл и обещание от темы гикоросов ну и безусловно это конечно гикоросы это хранители биоразнообразие который кстати сегодня является под серьезным торпедированием постоянным ежедневным мы видим сокращение в трех типах так как говорят биоразнообразие сокращается сокращается внутри сортовое разнообразие когда есть один вид и это сказать потихоньку мы видим начинаем видеть ограниченное количество видов там не знаю рыбы значит яблок сортов яблок да на своих полках но это связано с массовой культивацией и с удобством да поэтому во всем мире начали вдруг есть сибас да хотя так сказать раньше этого не было так сказать за счет специфического типа продвижения но перестали там красноперку например есть потому что она не технологично да и теперь только рыбаки которые сами могут поймать их не могут попробовать десятки видов местных рыб которые вдруг исчезли вот сортовому пострадала видовое разнообразие но самое интересное что страдает исчезают целые экосистемы вот это такой третий тип как бы угрозы для биоразнообразия когда мы рассчитываем что всегда можно пойти в лес в поле какое-то болото да и вы там встретите те растения которые там должны расти но это не так потому что количество дач агрополей дорог они первых фаргментируют эти экосистемы в некотором смысле иногда их так сказать зажимают так что они перестают функционировать какая-то система и как раз одна один ну одна из мыслей состоит в том что частные коллекции могут быть местами сохранения этих и коросов а что же люди получают взамен да казалось бы такая работа которая там должно заниматься международной организации там правительство региональные какие-то организации и так далее причем здесь мы вроде бы казалось бы а вот оказывается что мы анализировали теме персональный биоциноз линии здоровья самочувствия людей и каждый раз в современных исследованиях показывается что ну например зависимость бедности биоразнообразие в детстве и как следствие так сказать у целого поколения наличие аутоиммунных заболеваний да то есть эти связи они ну сегодня уже это не гипотезы а таки научно подтверденные вещи поэтому когда мы формируем среду на своей земле мы можем ставить задачу для того чтобы изменить биоразнообразие у себя и одновременно стать таким центром сохранения вот этих диагнозов поэтому эта тема с нашим диким марафоном она еще и тема формирование сети таких площадок которые у себя сохраняют и еще начинают друг другом обмениваться информацией генетическим материалом и так далее и такая сеть по нашей оценке если бы каждая площадка хранила всего лишь там 20 видов растений то на самом деле всего 1000 таких площадок может хранить полную генетическую копию российского растительного мира это не так много на самом деле у нас чуть более 20 тысяч видов растений невероятно малое количество на самом деле да грубо говоря там 55 поселков по 200 участков да если так вот сводить этому вот в этом тоже есть свой замысел и это нож но эта работа требует понимания и знания что такое дикоросы как они живут зачем они нам нужны да потому что не просто надо допустить их у себя на участке а некоторые не так то просто завести у себя да потому что когда человек пытается посадить какое-нибудь растение то же самое подорожник например да то оказывается он не везде растет крапива не везде растет блага дуанчик везде растет остальные растения на самом деле они требовательны они могут расти без нас но у нас должно быть знание в каком месте они всегда растут то есть по например тому же поддорожнику это растение которое всегда растет на плотной почве на рыхлой почве не может расти поддорожник и когда культивируют даже его выращиванием укатывают поля для того чтобы выращивать его массово специально уплотняют почву и вот эти такие вещи мы будем обсуждать в разделе агротехника про дикоросы для тех кто собирается принести эти растения на свой участок но принести их не так чтобы они погибли а то чтобы они нашли себе место здесь и нашли уют как бы да в том числе на вашем участке что такое дикий марафон получается чтобы подвели как бы подвели здесь такой промежуточный итог мы начинаем 13 апреля сегодня и соответственно здесь написано 14 это ошибка 15 мая значит мы завершаем то есть это чуть больше 30 дней но мы собственно говоря за эти дни собираемся пройти 30 полезных вкусных красивых значит дикорастущих растений средней полосы россии так условно холодного климата чтобы мы не будем обсуждать растения которые не могут здесь расти это растение которое действительно можно встретить вот и будем смотреть в рамках дикого марафона как их использовать по очень сложной надеюсь как бы мы ее освоим так сказать матрицы оценки оценки этого дикороса всего там более 15 15 до 20 пунктов которые анализируются каждое растение с точки зрения не только пищевого его использования но и использования во всех видах и гипотезах которые могут использоваться внутри семейного хозяйственного использования иногда даже промышленного использования вот но мы в том числе будем анализировать например как эти растения могут могут ли они нести красильные какие-то функции могут ли они использоваться в косметике домашней могут ли они быть поставить поставщиками масел например да могут ли они нести на себе функцию исходного брожения чтобы стать основой для квасов примеру да и других бродящих напитков это на самом деле не так просто в каждом дикоросе есть потенциал для 15-20 типов использования именно этому будет посвящены наши вот разборы то есть я не хочу сконцентрироваться только на одной или двух двух функциях ну условно там питание или там народной медицины что обычно делается я хочу разомкнуть как раз и постараться найти в растениях неожиданные удаленные какие-то использования до которые о которых мы тоже должны знать у нас марафон состоит из несколько нескольких площадок основная это открытый марафон в котором вы все можете принимать участие для этого нужно будет зарегистрироваться потому что вот это первое открытое мероприятие она доступна всем следующие ссылки на лекции мы будем распространять среди тех кто зарегистрировался больше будет ссылка если кто-то это не сделал еще можно будет сделать это вот это открытая часть марафона это бесплатная часть марафона и в ней вы прослушаете 8 ключевых лекций каждая там не на полтора часа от очень интересных людей мастеров настоящих ученых вот и вам будут короткие видео 30 растений но это будет действительно то есть в открытом марафоне мы будем выкладывать короткие видео которые занимают одну-две минуты таки дает характеристику этого растения следующая ступень это платное участие в котором можно будет получить подробнейшее видео вот мы сегодня сделали образец такого видео о медунице и соответственно получилось двадцать шесть минут как бы рассказа такое видео со слайдами вот примерно разница скажем так более углубленного рассмотрения которое можно будет получить если вы захотите перейти от открытой части марафона к более углубленному использованию и есть еще несколько ступеней последний из которых включает очное мероприятие встречу на земле с возможностью взаимодействовать общаться вот это но мы планируем что сегодня 4 и 5 мая такое мероприятие пройдет у нас в лесных садах мы договорились с Натальей Георгиевной Замятиной что она приедет к нам и сможет тоже как мастер поделиться своими знаниями опытом определения растений и здесь можно будет из рук в руки получить вот этот вот опыт что очень важно на самом деле потому что все информационные онлайн мероприятия они дают скорее только интерес к этой теме но не могут дать практический опыт а учитывая опасности которые несут в себе как растущие растения надо конечно получать это знание по старинке из рук в руки через книги через онлайн марафоны это к сожалению можно только заинтересоваться и подготовиться но не стать мастером что я хотел сказать для тех кто ну во первых уже собирает да и для тех кто будет вместе с нами начнет это делать значит очень важно понимать ограничения на сбор дикоросов с одной стороны у нас есть статья 11 статья лесного кодекса которая разрешает нам для личного использования свободно и бесплатно собирать грибы ягоды растения все перечислено вот на слайде вот но при этом нужно понимать что если растения включены в красную книгу вашего региона или в красную книгу страны то собирать их нельзя не тогда когда никто не видит не тогда когда значит вы уверены что все это пройдет незаметно и так далее почему потому что недавно было принято изменение в уголовном кодексе который приравнял ответственность при нарушении правил как бы обращения с краснокнижными животными то есть эти вот если там застрелили краснокнижная амурского тигра да значит вот примерно такая же уголовная ответственность наступает сегодня если вы обидели краснокнижное растение или гриппецкое да то есть вот это очень важный момент который раньше отсутствовал сегодня он является фактором ограничения но я могу сказать что для примера просто да чтобы вы понимали что самые простые казалось бы растения вот мы я упомянул значит медуницу выпуска да то есть растение которое ну казалось бы везде растет и медуница неясная которая вот как раз основное растение которое собирают мы первое видео сняли но например в городе москва является включено в красную книгу поэтому на территории москвы и включая вот этот вот галстук который идет до следующей области до калужской да и включает сегодня новую москву во всю нельзя собирать единицу все мы как бы если вы вдруг там находитесь то есть вы можете оказаться в ситуации этого уголовного преследования да то есть понятно что вся ответственность как бы здесь как бы на вас я думаю моя задача вас предупредить вот что на самом деле в этой области работы с дикоросами нужно очень четко понимать ограничения которые есть еще одно ограничение нельзя собирать и хранить растения которые несут в себе включенный наркотический список то есть это отдельный список растений он там не очень большой но поэтому на нем тоже можно следить что еще хотел сказать что вот мы работаем может быть кто-то не знает мы создали клуб лесные сады который объединяет людей изучающих и практикующих принципы проектирования живых систем проектирования биоцинозов для себя либо для того чтобы оказывать такие услуги и конечно как каждый раз когда такая работа ведется здесь вот адрес для тех кто хотел бы посмотреть что такое клуб лесные сады я так метафорически говорю что участие в клубе это примерно как в москве одну чашку кофе купить значит и выпить да поэтому это не очень дорогие ресурсы но это включение в другой тип сообщества который занимается более глубоко и отличие вот этого клуба лесные сады что там в основном все люди либо уже имеют свою землю и рассказывают о практике ее использования да у нас есть такая уже устоявшаяся практика докладов о том как работа на земле организована либо они находятся вот сейчас в поиске и рассматривают сам клуб как способ правильно их сориентировать и выбрать правильно землю потому что иногда ошибки в области закрывают возможности и потом дальнейшего использования что еще нужно знать вот несколько лет назад был составлен список растений который называется список растений для дачи усадьбы имения или так сказать для большой земли он размещен на сайте который здесь показан и также он доступен членам клуба лесные сады на сегодняшний день в этом списке вот здесь видно что 604 вида растения мы не включаем сюда отдельные сорта это отдельная задача потому что там по только яблок может быть 2000 сортов например да это это виды растений и такой список конечно является в том числе хранителем списка дикоросов откуда можно выбирать смотреть как бы какие растения можно подобрать из этого списка для своего участка пожалуйста учитывайте это потому что это главный момент такой потому что действительно что на слайде что некоторые растения многие подсвечены это значит что по ним есть статья более подробная не короткая несколько страниц структурированная информация и эта статья по каждому растению у нас составляет вот эту азбуку растений собственно говоря наш марафон будет отчасти очень сильно опираться на те материалы которые в азбуке растений содержатся мы не по всем растениям из этих 604 написали безусловно это не успеваем это сделать вот там кстати есть волонтерская программа для тех кто чувствует в себе силы и понимает интерес к этому хотел бы более глубоко сам изучить и готов поделиться своим временем есть волонтерская программа кабинетного типа есть волонтерство можно к нам приехать есть волонтерство можно дистантно работать и получить доступ к этой к этому списку к азбуке растений и выполнять какую-то работу связанную с пополнением ее с коррекцией и правкой что же такое сама по себе азбука растений мы как раз задумались над тем но у нас мы находимся в тульской области лесные сады рядом с нами много исторических имений в том числе и менее значит балконских толстых и вот очень интересный пример когда толстой пишет 150 лет назад пишет книгу для тех кто не умеет читать это очень интересный эффект кстати вот эта азбука принесла ему может быть не основные может быть но очень большие доходы значит очень интересный эффект то есть в то время когда в стране очень много людей не были необразованными и они не могли то сказать не могли читать просто он предпринимает это действие и создает книгу для тех кто не умеет читать такое как бы исходно конечно очень интересно парадоксальное действие и вот это вот азбука которая там за копеечку продавалась она получила невероятное количество из киражей издания многие из этих денег толстой жертвы на те задачи которые борьбы с голодом и на другие задачи мы сегодня находимся в ситуации очень похожей только все умеют читать но мы умеем читать книги но мы не умеем читать живые организмы мы не умеем читать растения это очень интересный перекос состоит в том что когда люди видят какое-то растение они очень редко знают его название ну там кроме крапива дуванчика то есть нескольких которые достались и то как только начинаешь что-то уточнять то есть это выясняется что часто ошибочно идентифицируют неправильно как бы соответственно не знают название часто за этим не знают свойств способов использования ограничения использования и вот ради того чтобы устранить эту необразованность мы создали азбука растений значит вот она так выглядит здесь короткая вариант виде карточек по каждому таким такому растению посвящено несколько страниц иногда текста которые вот видите как это отструктурировано если посмотреть на экран здесь рядом с изображением растения выделены несколько пиктограммы которые фиксируют тип использования возможно если там волокна является ли она красивым лекарственным пищевым масличным и так далее и тому подобное вот по этим рубрикам как раз мы описываем растения и собственно говоря в 30 видео и описание которое мы будем делать по дикоросам они будут делаться как раз по этой рубрикации если у вас есть какие-то идеи по дополнению этой рубрикации не стесняйтесь предлагайте потому что сейчас еще раз говорю мы находимся в такой организационной ситуации когда можно влиять на направление движения как бы нашего проекта можно принимать в нем участие можно хорошо ему помогать и после подталкивать его в нужном направлении ну вот это мотив как бы создания азбуки растений как раз состоял в том что помочь людям не идти в природу и собирать а решить какие растения у себя завести на своем участке вообще вот я думаю что может быть для только нескольких регионов сохраняется еще большие природные резерваты куда можно пойти куда-то в лес куда-то собрать если брать плотную застройку центральной части россии то мы здесь сталкиваемся с ситуацией когда увеличивается количество обработанных полей сокращаются дикие участки зажимаются какие-то уничтожаются маленькие там лужицы болотца которые были источниками биоразнообразия вот и поэтому ну скорее нужно в стратегическом какой-то линии можно рассматривать свой участок центр биоразнообразия на котором растений больше чем на окружающей территории это сегодня не так да и мы когда со своей дачи так сказать можно пойдем в соседнее поле лук то мы там встретим более биоразнообразное больше хотят не так много на самом деле надо сказать но вот представьте что для там тульской области это там по 1300 видов растений включая там еще и мхи так сказать да и не только сосудистые растения понимаете которые это когда это вообще в целом количество видов вокруг нас не так велико поэтому когда речь идет о том что вы можете на своем участке это причем на больших территориях которые как любят говорить это 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 область она больше франции а если брать конкретное соприкосновение то очень реалистично создать ситуацию когда ваша личная частная территория будет более биоразнообразно но это не только коллекционная какая-то задача не столько коллекционная сколько на самом деле вот это и есть задача формирования среды пригодна к проживанию потому что среда бедная она не пригодна к проживанию к воспроизводству к выращиванию детей к жизни самого себя на этой территории и мы хотим как раз вот дать азбуку растения людям которые хотят улучшить свою собственную территорию и допустить нужные им дикоросы с пониманием как их можно использовать зачем они нужны а вот пример описание растения которое будет в этих видео вот я сказал что мы сделали по медуницы сделали сейчас видеозапись и для того чтобы вы могли оценить как бы что там будет до чтобы решить как бы пользоваться ли краткой версии либо вкладывать свое время складывать деньги в том чтобы иметь доступ большой полной версии вот это видео мы сделаем доступным можно будет его посмотреть для тех кто зарегистрируется на открытый марафон мы это сказать сделаем это доступ посмотрите как описывается значит мы берем на четверо смотрим на какие виды медуницы можно увидеть на нашей территории тоже становится не очень очевидным потому что примеру все читают чаще всего про медуницу лекарственную вот они они очень много описывают книгах но с точки зрения распространенности оказывается что медуница лекарственная в западной европе и на территории россии находится в калининградской области например но и там где она растет в основном как раз в зоне культурного освоения она растет за счет одичания значит либо из ботанических садов избежавших растений либо культурных сортов которые продаются и поэтому такая ситуация а у нас распространена как раз та самая медуница неясная о которой я говорил что она в городе москва я включена в красную книгу и за сбору ее можно было в зависимости от количества сколько вы соберете можно получить как бы уголовное преследование вполне себе нормальное отличие между ними состоит в том что на листе лекарственной белые точки расположены а на листе медуница неясная как бы она чистый зеленый лист вот примерно так легко отличить мы рассматриваем здесь как сокращенный вариант слайдов я просто собрал некоторые ключевые которые характеризуют вот это вот рассказ о растении рассказываем о пищевом использовании медуницы и обнаруживаем тогда то что она может использоваться и для приготовления супов и щей и салатов может консервироваться и может использоваться в выпечке как начинка например да то есть рассматривается как раз разница между видами потому что вид который используется который называется вот как раз лекарственная медуница он более волосистый такой шерстистый лист покрыт волосиками и в еде не очень приятен как раз если говорить о некоторой пищевой стратегии то конечно медуница неясная является лучшим поставщиком значит этого листа но при этом здесь можно сказать о том что используются и цветы используются и цветоносы потому что сам по цветок растения он очень красив и сразу на одном растении произрастают и розовые и там вплоть до синего цветка это связано как раз очень интересным сигнальной функцией этого растения она общается с насекомыми и когда цветок синий она дает сигнал чтобы она не пролетала этот цветок уже опылен за счет того что меняется на кислую среду когда состав цветка и вот каким образом меняется окраска при этом мы рассказываем о том что медуница используется для формирования напитков в том числе она входит в тридцать как раз вот там список в тридцати те которые делаются вермуты в италии из нее делают не не из нее одной опять же из нескольких десятков растений включая меду низу обязательно делается то что называется амара амар это горькие ликеры кстати про горькие ликеры в целом надо сказать что мы будем говорить на других растениях об этом но сейчас можно опубликовать то что в нашем питании в сложившихся типе питания мы не допускаем никаких горечи и это кстати является существенным фактором который влияет на обмен веществ в том числе горечи как раз являются веществами которые стимулируют желчоотделение и нормальную работу печени и переваривание пищи вот остальные есть не буду может быть более подробно зависать как быть мы рассматриваем обязательно биохимию смотрим на то какие вещества содержатся что выделено при исследованиях современных когда вы в этих в этих растениях какие в соответствии с этим есть лекарственные свойства это прямая зависимость мы потому что мы про многие растения обычно так говорят ну лечат и дальше перечень можно открыть справочник и почти все болезни она лечит вот такой тип описания мне вас самому лично не нравится но потому что здесь непонятно почему да когда мы начинаем связывать биохимию то есть мы указываем на те вещества которые действительно например там в медунице содержатся слизистые вещества именно поэтому ее называли легочницей да потому что эти слизистые вещества они способствуют излечению разного рода кашлей бронхитов разного легочных заболеваний когда и спасают вот так называемого сухого кашля который является травмирующим самым да то есть такой период в этом заболевании когда от кашля остановиться нельзя да значит но не но не не продуктивный как любят говорить медики то есть ничего не отхаркивается тут медуница как раз на этом этапе очень хорошо помогает посмягчает именно за счет за счет того что в ней есть вещества которые обладают этой вот слизистой структуры есть декоративное использование потому что люди которые и не собираются есть и не может быть не думают о лекарственном использовании но они могут использовать ее как декоративное растение есть очень интересные сорта которые вопреки тому что я рассказал что у растения несколько цветных цветков одновременно например есть селекция достигнута только белые цветки только красные голубые сорта зарегистрированы можно смотреть и можно подбирать для себя при этом эти же растения которые будут иметь разные коративные свойства сохраняют и пищевые и лекарственные свойства то есть это не значит что как бы если вы только пошли по линии декоративности так сказать вы закрыли для себя вот и все остальное что еще важно что ну например это растение является почвопокровным понятно что оно хрупкое это не тот почвопокровное растение по которому вы будете ходить но у вас всегда есть участки которые в углу участка какой-то так сказать да в тени получени так сказать да где там ничего не растет вот медуница это очень хорошо подходит как раз мы рассматриваем агротехнику и здесь мы указываем что растение лучше растет полутени и в тени то есть это его биотоп а и как раз на полном солнце в середине лета листья перестают расти как бы да и вот растение обсуждается агротехника является ранним медоносом но в общем то сказать пчелы скорейшие могут собрать здесь только пыльцу потому что очень глубокие значит требуется очень длинный хоботок когда и могут собирать другие виды но кого диких опылителей отдельная тема очень интересная мы говорили про в формировании биоциноза на своем участке говорили про диких опылителей и о способе их привлечения и вот как раз медуница является идеальным подкормкой для проснувшихся ранней весной опылителей то есть те же самые шмелей которые еще ничего нету есть только математика и вот так сказать да и медуница то есть это ранние растения которые иногда в маркетас когда начинает расти вот марте в апреле две-три недели цветет вот и она очень хорошо подкармливает как раз всех тех диких опылителей которые на вашей территории если у вас есть пчелы они смогут собрать там пыльцу но они не смогут дотянуться до нектара потому около одного сантиметра требуется длина хоботка зато бабочки смогут прокормиться просто да и вот сформировать этот вот свой пул диких опылителей что еще ну вот я на этом хотел бы введение которое я сделал до сегодня завершить если сейчас у вас будет вопросы мы обсудим хочу высказать искреннюю благодарность значит наталья георгиев замятиной за то что она многие годы верит в меня как человека который сможет разобраться с декорастущими растениями учит меня вот и ростом наилючу карулину который поддерживает наш марафон вот является директором межрегионального клиника диагностического центра хочу сказать что кстати я посещал этот центр консультант и невероятно интересное решение ребята там делают в том числе они смогли достичь такой ситуации когда из других стран ним приезжают лечиться они открыли литию медицинского туризма то есть не только из других регионов нашей страны но и но и из других стран что еще мы на что еще стоит обратить внимание вот по ближайшим событиям в нашем марафоне во первых смотрите завтра не отходя далеко значит завтра будет открытая лекция еще на которая прямо это сказать да не связано с гигаросами потому что мы водоросли в этот раз не рассматриваем но будет посвящена теме водоросли в биоцинозе нельзя это было откладывать нужно было сделать обязательно завтра до 14 апреля это связано с датой определенной я буду рассказывать более подробно в этой лекции но в целом хочу сказать что вот если вы увлеклись темой формирование живых систем которые заботятся о вас нужно обязательно посмотреть на эту тему связанную с водорослями потому что просто несколько примеров скажу многие из этих растений водоросли относятся к растениям значит царство растений они могут концентрировать в себе невероятное количество белка 50 процентов например на сухой вес то есть это больше чем в говядине там и в другом так сказать каком-то так сказать мясе например поэтому те кто занимается вегетарианство например наверное без водорослей очень трудно прожить в нашем климате вот но некоторые из них можно даже культивировать да в доме или на своем участке об этом немножко поговорим вот я но есть еще и биоцинозная функция водорослей например но об этом тоже будет в лекции более подробно сейчас только анонсом хочу сказать невероятно интересное влияние оказывают они на почву образования потому что мы это смотрим всегда думаем про водоросли в водоемах оказывается что в нормальных живых почвах они занимают очень важную функцию и в том числе так сказать обеспечивают питание для растений своей жизни но об этом поговорим завтра если вас это интересует вот ссылка здесь приведена вот и следите у нас в телеграм канале есть ну собственно канал до где публикуются все ссылки подписывайтесь на него что будет дальше значит мы запланировали пока так что каждую субботу и воскресенье этот месяц будут проходить лекции и про некоторые из них я скажу значит вот 20 апреля субботу у нас будет лекция о очень интересной теме о андрея тимофеевича болотове это в русском агрономе первом который вообще принес к культуру выращивания растений причем так принес что сегодня когда смотрим на его книги мы понимаем что он как раз на своем на своем участке там около 200 видов каких-то произрастаний огородных выращивал а мы даже многие названия не понимаем что он там выращивал и вот наталья иван киевич которая является таким следователем значит по особо забытым растениям она занимается как раз расследованием истории растений находит забытые потерянные растения выполняет очень интересную такую научно-практическую работу она расскажет много о болотове о проекте и работах по восстановлению болотовского огорода которыми она руководила значит и вот сейчас эта работа продолжается и она скажет о некоторых старинных огородных произрастаний пожалуйста приходите смотрите тоже значит получается суббота 20 апреля 18.00 21 числа значит выступит очень интересный человек мария дьяченко она является такой традиционной травницей наследовала наследовала своей семье этот опыт лично занимается по моему более 17 лет этой работой вот и из ее рук можно принять как бы да задать ей будут вопросы она расскажет об опыте изготовления травяных чаев из дикорастущих растений но и в целом про дикоросы можно будет ее расспрашивать она кстати один из призов для участников нашего марафона дает сбор из 33 трав вот посмотрите пожалуйста будет слайд про призы еще что дальше 27 апреля и собственно я выступлю еще раз я как раз расскажу о 30 дикоросах об их биохимии и месте в жизни человека то есть это будет концентрированная лекция такая в которой мы соберем причем марафон к этому моменту не закончится он будет продолжаться до 15 мая но анонс как бы так сказать к этому моменту будет пройдена какая-то часть так сказать да растений но и про все основные 30 мы поговорим здесь вместе именно в таком заводе какова их биохимия и какого места в жизни человека это очень важный момент то есть для меня я надеюсь что вам тоже будет это интересно значит а 28 числа в воскресенье выступит очень интересный человек который взял такой псевдоним йомазай значит наверное вы его знаете может быть слышали если не слышали я вам завидую то сказать да это очень интересное будет выступление может быть немножко эпатажное как бы да но оно по делу потому что человек очень хорошо разбирается в дикоросах проводит в городе москва экскурсии тогда по лесопаркам с дегустацией с определением пожалуйста приходите сможете познакомиться с ним не может быть записаться на его вот эти вот мастер-классы которые он проводит в город москва значит что еще дальше 4 и 5 мая это тоже суббота и воскресенье пройдет мастер-классы лекции которые проведет наталья замятина у нас в лесных садах это выездное мероприятие там есть оплата за участие поэтому смотрите это сказать тоже можно регистрироваться и выбрать этот тариф который подключает приезд и так сказать взаимодействия в экскурсии в обучении определению растений и мастер-классах по их использованию 11 апреля здесь в сожалению написано 11 мая один надо поправить 11 мая значит будет лекция невероятно важная для нас прочитает ее елена корсун это человек который не только тоже тоже во втором поколении уже пускай занимается лекарственными растениями является ученым кандидатом наук она работает на кафедре фитотерапии обучает людей которые с одной стороны хотят стать фитотерапевтом улучшить свою медицинскую квалификацию и стать народным целителем то есть не являются не имеют медицинского образования но работают с дикоросами хотели бы легализоваться как бы да то есть вот собственно говоря это к ней если это интерес есть то она у них очень интересные учебные программы прошлый раз когда я смотрел полугодовые программы которые включают подробное изучение вот этих вот вопросов она прочитает нам лекцию опасности ограничений пищевого использования дикороса в связи с их лекарственными свойствами это важная тема которую как раз мы примем из рук человека который очень хорошо в этом разбирается является врачом является ученым в этой области и практиком а значит и воскресенье 12 мая выступит надежда сапункова она расскажет у невероятно интересно тоже формате и может быть вас это заинтересует это соревнования по полевой ботанике да то есть это фактически которых кто-то из вас может захочет принять участие она расскажет как это можно сделать как записаться там сформировать свою команду и можно принять участие бегать значит да и определять растения проверять свои навыки сравнивать с другими иметь возможность победить до вашей команде именно по количеству определенных видов на определенной территории важно что срывать растения там полностью запрещено они только фотографируются за срыв растения удаление с соревнования что еще возможно вы сами знаете какого-то мастера который может выступить в нашем марафоне скажите об этом мне может быть вы сами являетесь этим самым человеком который обладает опытом навыками тоже не стесняйтесь если мы не сможем прям сегодня использовать мы еще планируем летний марафон мы можем предложить вам выступление либо в течение этих дней либо в летние события что еще вот призы да значит мы разыгрываем некоторые призы среди участников нашего марафона значит но вот здесь перечислены в том числе этого книга называется скорая помощь на даче наталья замятина написала очень интересную книгу ориентированную на то а каким образом растения можно использовать но при всяких случаях пока не дай бог что-то случилось на даче это сказать порез ожог обожглись борщевиком и так далее оказывается очень много можно сделать до оказания медицинской помощи или вместо нее если она не требуется этому посвящена эта книга мы разыгрываем эту книгу то сказать среди участников на сайте есть пост такой в контакте он опубликован где можно подключиться к этому розыгрышу вообще у меня был замысел вначале вот такую книгу разыграть а потом попробовать разыграть более толстые книги наталья георгиевна смотрите какие есть книги вот например готовим из дикоросов травы да в этой книге я уж не знаю сколько здесь страниц очень мелкий почерком не уместили невероятное количество слушайте но здесь вот 902 страницы это может быть еще не все так сказать почти по тысячу страниц как бы эта книга с фактически это это без рисунков но с очень убористым текстом с подробнейшим рассказом о том какие растения используют таких книг у нее несколько значит но вот из призов еще будут как раз я сказал сбор 33 травы значит будет от нашего друга значит йомазая будет его коктейль из хвои йолыпалы здесь он тоже представлен и я от себя еще хочу предложить наборы орехов по 5 орехов из уникального места которые мы в прошлом году посетили арсланбуб это самый большой в мире лесосад который вообще в принципе существует мире он занимает на сегодняшний день там 650 700 тысяч гектаров и состоит в основном из грецкого ореха и других фисташки боярышника там сливы яблони и так далее около 200 видов пищевых растений но они слоями выращены не так как мы себе представляем на одном площадке сразу много значит это связано с температурными ограничениями но для тех кто хотел бы получить такие орехи тоже участвуйте потому что они очень морозостойкие это место где последние орехи растут на границе вот еще орех растет чуть-чуть дальше шапка снега которая не тает летом фактически там есть места горы которые в течение лета остаются под снежным покрытием и собственно говоря орехи перестают расти просто потому что там растение уже перестает расти выше них вот и поэтому как бы многие такие орехи они очень интересны с точки зрения но во-первых истории то есть это неизвестно когда появилась и другой стороны они сами по себе они мелкие но очень и очень интересные с точки зрения вкуса пользования но в завершении хотел для тех кто хотел бы контакты записать посмотрите значит это вот наш азбука растений телеграм-канал о котором я говорил это бесплатный телеграм-канал где публикуются основные новости есть на ютубе сайт и вконтакте на этом друзья я введение хотел бы закончить и сказать что но это у нас сегодня организационное такое скажем так организационное собрание в первую очередь и завтрашнего дня мы начнем для тех кто является зарегистрировался на занятия это когда мы сможем предложить будем предлагать каждый день значит новые видео и для тех кто решил посмотрите вот здесь на первом слайде представлена регистрация на этот марафон запишите себе ее вот нужно обязательно зарегистрироваться для того чтобы вы получали информацию о следующих входящих видео и о том но и о тех лекциях которые можно будет прослушать если вы зарегистрируешься один раз вот все эти восемь лекций вам будут доступны для посещения не так не нужно будет регистрироваться там бесконечно на каждую отдельно если у вас есть какие-то вопросы давайте можно их задать если какие-то вопросы друзья ну давайте если нет тогда мы на сегодняшний день останавливаемся завершаем вот и я всех вас так вопрос есть георгий отдельно программа марафона будет до все даты марафона которые я здесь опубликовал они сразу после вот регистрации будут доступны и людям которые бесплатно зарегистрировались на марафон и тем кто решил углубленно заниматься марафоном программа будет сейчас мы ее сверстаем сегодня вот и завтрашнего дня она будет уже доступна вы ничего не пропустите но и понятно что тем кто зарегистрировался всем участникам марафона будут приходить оповещение о том что через несколько дней такая-то лекция будет проходить вы могли планировать это заранее мы я еще опубликую вот это вот видео для демонстрации оповещение на почту будет да мы планируем что основное оповещение будет приходить на почту всем кто зарегистрировался для тех кто будет проходить углубленную программу сможет публиковать свои фотографии растения предлагать их для определения обсуждать те или иные способы работы с дикоросами это будет делаться не в телеграм-канале мы сейчас готовим на сайте такие личные кабинеты мы попробуем в рамках этих личных кабинетов организовать вот эту вот работу мы разделим телеграм-канал от вот этой вещи да спасибо что зарегистрировались еще важно очень делитесь с другими людьми потому что на самом деле когда что-то начинается очень важно чтобы это поддерживалось энергией людей вот потому что больше людей соответственно включаются приносят свои свои вопросы приносят какие-то свои знания потому что мы находимся в такой ситуации когда образованные люди прошедшие высшее образование когда они не знают своей природы под ногами или знают что еще хуже и и неправильно знают с ошибкой полузнание является невероятно ошибочным у нас были такие люди которые говорят просили тос когда пришлите нам 5 килограмм крапивы будем из нее отдельный человек вот в общем то сказать понятно что такие вещи делать нельзя потому что как раз наверно об этом курс он будет рассказывать что многие растения обладают влиянием на жизнь человека и том числе крапива может повысить свертываемость крови при большом используем большом количестве использования когда поэтому здесь нужно иметь меру как бы да и эта мера появляется через знание друзья наверное спасибо за ваши вопросы за комментарии на сегодняшний день ставим многоточие вот и до новых встреч до свидания